да вот про это место я и говорил это место хорошая бородач сидит мы смотрим их неинтересно и дел есть у всех красавчики этот маньяк всегда первый ему надо разогнаться и нырнуть побыть жабами меня заберите поехала или нет тут наши следы это мои хорошее место вот именно здесь но не застрянет ходом пройдет но не просто тут красиво так макс едет по альтернативному маршруту кому нравятся эти красивые кадры ставьте лайк подписывайтесь просто едет просто едет у нас конечно не болотоход но что-то между внедорожником и болотоходом читеры читеры проехали павло по суровому пошел павло да я думал павло я думал павло не тот а он уже тот красиво зато все сидит это конфетки да павло ну и плюс она же без комплекта всех этих прикур кто-то так тойота тойота объехала елки-палки объезды тут скоро будет по лайту можно будет ездить павло давно у человека оффроуда не было давно давно не было да он уже забыл что такое застревать лебедица да хорош все не коксу надо блин олег скажи чтоб на коксе дал не не хочет все давай пробуй вертик это до 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 Все четыре фуксуют и не ей, но они замылены все, да. Кразовские колесики, было бы круто, конечно. Да, что-то сегодня все по жесткому едут, я с удовольствием, только мы по лайту, да? Электричка поехала. За лебедку нежелательно. Так, Чиракес. Он дорогу знает под кустиками. Елки-палки, шо такое? Ох ты, еханый бабай. Он еще в первый раз приехал, за стоянку из-за него вертикально. Нифига себе. Макс говорит. Тут, конечно, наши, Макс, следы. Наши следы не очень. Ну разве что, кусты сломаешь. Так, может, тут попробуй. Таня, Макс, тут наша траектория не объективна, наверное, все-таки. Нет. Не, не рыли, но болотистая местность. А там накопали нормально. Вот тут ходом разогнаться. А, там яма, да. Вот это глубина. И вот это вот глубина. А если дальше взять, то там меньше должно быть. Ну может, да. Вот еще глубина. И вон глубина. А дальше вообще мелко должно быть. И дальше... Нет, тут... Вон где пошла, видишь? Блин, черт, я знаю. Ну ладно, пусть пообщей пробует, наверное. Потому что тут после нас как бы непонятно на самом деле. Ну, Тойота проехала. Какая? 80-ка. За нами? Ну, вон, видишь, следы? Вот следы, да? Вот она проехала. Тойоты не хватило. Так, ГАЗ-66. По новой траектории. Красавчик просто. Просто красавчик. Шишига спущенная. Это четкая машина. Красавчик просто. У блогеров ничего святого, говорит. Да нет, красиво прошел, красиво. Этого не служите вообще. Этот с бородой очень опасен. Вообще. То, что говорит, все наоборот. Делайте и не застрянете. Да, он очень опасен. Так, там пошла Ифа. Чуть-чуть мы опоздали. Чуть не проехала, да? Но там место жесткое. Да. Так, еще один тут смелый. Сдался сразу. Слушай, да эти два, мне кажется, ходят, перемещают массы там, понял? И она за счет этого едет. А что, он время засекает ему? Видел, по часы показывал? Да? Ты что, время засекаешь, Саня? Антоха, давай, Антоха. Не, не садитесь назад. Антоха, давай. Нет? Не подожди, высади, сейчас он выйдет. Стой. Я хотел как быстро ему переехать на ту сторону. Шаровик? Ага. Тут водопроводчик у него и так оставил, сколько сантехники. Ну все. Масса уперся. Все. Не все, но все. Как бы ты его там вылазил бы теперь, а? Через капот? Через капот. Блянь, поворот включает? Какой вежливый... Какой вежливый человек. Как лучше застрять? Да вот так, прямо. Может проедет, если в натяжку, попробую вот так прямо. Тут очень жесткое болото, на самом деле. Справа, попробуй крутойник. Газу, газу, газу чуть-чуть. Давай, давай газу цепляется. Только туда. Ну тут очень жесткое место. Подожди, надо же встать. Вот, давай, пушай. Я не успел. Давай, давай, поехали. Что, проедет, думаете? Он должен. Ну вы пригрузили должно, да. Что, проводь? Да, едет машина. Ага. Макс, назад! Опыт большой. Видите, как по-хитрому подвернул и выехал. Просто, блин. Думаю, да, немного кто там бы проехал. Бодька затонул. Что, что? Бодька затонул. Бодька что, утонул, да? Ну, правее надо брать, смотри. Да, вот так как ты стоишь. Правее. Ходом, если разогнаться хорошо, то ты дна не успеешь коснуться. Да, вот так идти. А надо было на электричке поехать и все. Вот так идти. Да там приехать и честно. Сейчас наберешь. Бодька, нормально, я снимаю, давай. Так, ГА-66. ГА-66. Ох и дает контент, Виталик. Первый раз с нами в Афроуде. Блин, как она работает красиво. Ты посмотри. Просто крутейший аппарат. Ты шо вообще? Шинкель. Вообще просто нереально что-то сегодня исполняет. Так, 70-очка. По жестяку пошел. Красиво, красиво. Такой скоростной участок. 80-ка. Легендарная 80-ка. 37-й Трипадор. Бросается покашками, бочком. И неправильно, если бы прямо зашел. Если бы прямо зашел бы, понял? А он там провалился. Не, он специально попробовал правее. Надо было прямее заходить. Чуть не проехал. Мы, кстати, по ней можем пройти. Нормальная дорога. Ладно, снимаем пока остальных. Дорогу я нашел. И смотри, ее потом не будет. Павло, Павло, смотрите, что творит. По беспределу пошел. Ах, шел красиво, Павло. Но недалеко. Не очкуйте. Павло спокойный. Такое серьезное дело. Возьми, короче, по этой. Пройдись там по этой. По подножке. Видел, что конфеты с белым крестиком делают? Павло вообще перегрелся. Грибов нахалывался в Карпатах. Грибов нахалывался в Карпатах? Да, он грибы кушал. Тут Павло лебедится. Одновременно, крест-накрест. Давай, на марк. Ох ты, елки. Что он перед собой, посмотри ты? А, щас? Павло тут, блин. Ёлки-палки. Ох, ёлки-палки. Четвертый. Да, выиграю. Виталик, ты видишь разница? Он не спущенный, а ты спущенный. И он легче. И мотор... Мощнее, да. Мощнее, вес меньше. Ты едешь, а он не едет, блин. И все. Ну, щас он прорвал, блин. Я рассказываю, съедет, не едет. Он щас реально прорвал, ускоритель включился. А, да? Да, и он пошел. Я нормально педаль реализировать начал. Я же сам обрадовывал. Десятка тоже выехал. Ну, назад площадь. Это вам не Карпаты, это не скучно. Что-то, блин. Что-то идет не так. Сначала распусти его, потом твоего, опять. О, печаль. Стой, стой, стой. Еще, еще, еще. Все, хватит. Витя, слезь. Все, утопили Витя. Да сейчас, может, нефть пойдет. Пусть копает. У него газ клинит. А, газ клинит? Так это мой УАЗ стоит. Э, Макс, убирай УАЗ, у него газ клинит. Тормози и газуй, так он. Сейчас этот человек знает, что делать. У него кепка ликви в море. Да. Сейчас масло дыренько поменяется. Лебедка все решила. Чироки, чироки. Вот так, давай. Чироки, чироки. Главное, правильно поехать. Репадоры одинаковые, а машины ездят по-разному. Нет, нет, репадоры тут меньше. Меньше, да? Седай, ты КПЗ. Так, друзья, идем. Тут сейчас будет еще одно интересное место. Ну, там несколько. Одна очень сложная траектория. Ну, и такое заболоченное поле. Не знаю, какой там уровень воды сейчас. Вода чуть поднялась. Но оно как-то по-разному тут в разных местах. Непонятно. Тут сидел у немог. Было интересно тут кразом попробовать. Но тут бы мы его еще дольше вынимали. Тут деревья есть, но маленькие. Не-не-не. Не-не-не, туда не надо. Да, водичка поднялась. Павло ходом вообще не раздумывая просто в отсечку. Давай, до свидания. Да, вес решает, конечно. Ну, тут еще можно было переходить. Даже в какой-то более простой обуви. Ёханы бабай. Будем искать переход. Сейчас тут еще гонщики серебряной мечты. Я все-таки попробую пройти. Есть тут траектории. Хватит хода. Вес небольшой, чуть-чуть. Чуть-чуть не доехал. Но вот тут и фаза застрянет. Это я вам точно говорю. Тихо, не услышали хоть. Я думаю, что да. Ну, дай бог, чтобы ошибался. Будет очень сложно. Не знаю, видели ли они тут застрявший УНИМОГ. Или нет. Не, попали по правильной траектории. Молодцы. Не попали там, где накопано. УНИМОГ вот тут сидел и там дальше сидел. А не между его следами. Макс еще и по телефону говорит. Макс еще и по телефону. Макс еще и по телефону знает тоже. Просто на холостых. Еще ведет переговоры какие-то. Нефть продает, наверное, да? Все, теперь два проехали, два не проехали. Ну и нам надо... Хотелось бы перейти вообще-то. Да, вода выше, чем обычно. Вода выше. Вода выше. Но дорога есть. Я прошел. Маджиро вынялся. Так, Паша на лебедке. Шишига. Идет, вы посмотрите, елки-палки. Вот так вот. Правильное давление в шинах все решает. Так, 80-ка. Дождь пошел. Вот и все. О, спасибо. Классный день. Ну что там, нормальная дорога? Веселая. Да, вода высокая. Самая сложная справа траектория. Не знаю, поедет он по ней. Вот эта простая... Ну сейчас вообще поднялась вода. Ну Миша по сложной пошел. Вот так, да-да-да. Хорошая дорога. Я там сидел и не раз. Да, вот про это место я и говорил. Это место хорошее. Бородач Сидит. Мы смотрим их, но интересно, конечно. Предел есть у всех. Красавчики. Волну запускает. Все. Хватило клиренса, хватило размера колес. Пробил. Пробил. Красавчик. Ну не знаю. Так. Ну тут просто жестко было. Ступеняка. Там есть дорога, но... Но едет. Михалыч знает, тут маршрут. Подсказал. Так, Макс. По прямой. Передняя, конечно, вообще шины не работают. Вон. Там полная машина людей. Машины просто коньком передним. И не могут зацепить. Давай. Стой, Макс. Подожди, Женя вылезет. Стой, стой, Макс. А теперь вылезет. А ну, Жек, Жек. Макс. По-хитрому. Он поменял траекторию. Восьмидесятка. Нормально. Все. Доехали мы со второй попытки гольфбруда. Так, Чиракес. Ну, тут уже траектория пробита. Ну, красиво она 35-х смотрится очень. Не, ну, хорошая шишига вообще без вопросов. Порадовалась сегодня очень. Так, такси на Дубровку. Как вам тут, ребята? Четверо. Пять, шесть. Короче, едем. Вольфброду все. Прямячок. Тут конкуренты. Да, кардан там, конечно. Издает звуки. Так, упор есть тут один. Второй далеко. Ну, неплохо сегодня едем. Коллектив серьезный. Ифа. Шишига. Мегауаз. Бомба. О, даже тут вода сегодня. Обычно тут по суше. Шесть-семь человек сейчас нас. Держитесь, держитесь. Там амплитуда колебаний на крыше чуть другая. Ребята пыхтят. Смотрите, какая красота. Блин, вообще. Тут рыба есть, интересно? Ну, да. А, там одни рыбаки на крыше, кстати. Так, что тут происходит, елки-палки? Что, застрял на заднем приводе, наверное? Чуть не застрял на ровном месте. Да, друзья. Ну, сейчас Ифа, наверное, поедет мыться в гольфброд, я думаю. Макс паркуется. Все. Промежуточный финиш. Традиция. Традиция, да. Продолжение следует.